Профессор Соловей, вы знаете, кто это, который сказал, что Путин в холодильнике, что страну управляет. Вы меня спрашивали про это. Его двойник по имени Васильевич. Так что вы знаете, сегодня профессор Соловей дал интервью YouTube-каналу в гостях у Гордона и Дмитрия Гордона и сказал, Путин по-прежнему лежит в холодильнике, в морозильнике, а инаугурацию сегодня проводили с его двойником. Это там слесарь или токарь из Минска. Вообще не сомневался ни секунды. Я так и думал. А давайте сейчас я попрошу нашего редактора вывести наш опрос, который мы для наших зрителей, пока мы с вами разговариваем, а у нас в телеграм-канале идет опрос. Я попрошу, друзья, все, кто смотрит нас, проголосовать и подписаться на телеграм-канал Дмитрия Гордона. Сформулировали мы вопрос сегодня так. Досидит ли Путин этот срок до конца? Варианты нет, уберут свои же. Я очень надеюсь на украинские или западные спецслужбы. Следующий вариант – нет, подведет здоровье, ему 71 год, а работа нервная. И четвертый вариант – даже если досидит, это его последний срок. Друзья, голосуйте. В конце нашего сегодняшнего стрима мы покажем, как вы проголосовали, и попросим Сергея Викторовича тоже ответить, собственно говоря, поучаствовать в этом опросе. Сергей Викторович, вы знаете, что интересно, распространяется сейчас информация какая-то, что вот 9 мая во время парада с Путиным что-то случится. Что случится с Путиным 9 мая, вы знаете? Вообще представления не имею, не знаю. Что он скажет, что он ветеран Великой Отечественной войны, это максимум. И Куликовской битвы. Конечно, это максимум, что с ним может случиться во время парада. Давайте тогда, вы знаете, вот я вас процитирую, Сергей Викторович, потому что вы пару лет назад в интервью, уже когда началась масштабная война, сказали о том, что вооруженные силы Украины – это армия номер один в мире с точки зрения политического применения, а российская армия – армия парадов и покраски травы. Ну, вы не понаслышке просто это знаете. Знаете, про страшенную коррупцию, про то, как там все происходило. А в то время, когда вы это сказали, тогда еще, в принципе, многие на Западе боялись российской армии и не понимали, что же это такое. Так вот, сегодня я о чем хочу поговорить. Смотрите, ядерный шантаж, новый виток сейчас произошел, потому что Путин поручил генеральному штабу российскому подготовиться к учениям по применению нестратегического ядерного оружия. Это впервые за это время он сделал. Песков сказал, что поводом для этих учений стали заявления европейских и американских политиков отправить войска в Украину. А я напомню сразу, потому что здесь, как человека, который живет по Франции, и вы, как человека, который живет и вовлечены в события, речь идет о чем? О том, что президент Франции Макрон сказал, неоднократно заявлял о готовности направить французских военных в Украину и недавно добавил, что готов обсудить идею использования ядерных боеголовок для защиты Европейского Союза. Также глава МИД Великобритании Кэмерон сказал о том, что Украина может использовать британское оружие для ударов по территории России. И вишенка на торте. Вчера лидер демократов в Палате представителей США Джеффрис в интервью заявил о том, что не исключает участие американских войск в войне в Украине. Олег, сейчас Сергей Викторович ответит, но тут я же смотрю в чате вопросы. Пишут, что Сергей Викторович пьет. На воду не похоже. Что вы пьете, Сергей Викторович? Ну вот. Теперь вопрос про ядерный штантаж. Может ли Путин применить ядерное оружие и что это за учение? И могут ли войска НАТО войти в Украину? Ну, два разных вопроса. Они вообще не связаны между собой. Ядерный штантаж, мы его наблюдаем на протяжении, собственно, всей войны. Ну, активной фазы на протяжении вот этих вот двух лет. То есть, он начинался вообще там с первых дней. То есть, речь шла о том, а вот, если применим, не применим. Причём, неважно, если это говорил Путин или Медведев, или неважно кто, или там пропагандисты. И мы помним про какой-то там ядерный пепел и так далее, и так далее. То есть, собственно, эта тема, она всегда присутствовала. И, ну, надо понимать, что ядерное оружие, оружие сдерживания, оно не в том смысле сдерживания, что когда ты его применяешь, ты сдерживаешь противника. А наличие ядерного оружия, как говорил наш президент Макрон, оно, собственно, вот и говорит о том, что ядерная держава, которую, что называется, лучше там не трогать. Но само по себе применение, вообще, такой вот как бы формулировки, как тактическое ядерное оружие, это что-то новое. Оно как в последние вот эти вот годы войны в Украине появилось. Ну, вообще, это типа, ну, скажем так, малые дозы ядерной боеголовки там небольших объёмов. То есть, вот такой классификации, как там тактическое ядерное оружие, вообще не существовало никогда, не существует. То есть, есть ядерное оружие, а другой вопрос, там, это килотонны или мегатонны, это, так сказать, уже вопрос выбора и дела вкуса. Но, тем не менее, вот самое важное, да, то есть, наличие ядерного оружия у государства предполагает, ну, некий такой вот паритет. И Советский Союз никогда, ну, кроме Карибского кризиса, особо не говорил, что мы там когда-то его хотим применить. И вообще, более того, тот же Брежнев всегда говорил, что, естественно, никогда на земле ядерное оружие, и помните все эти договоры о сокращении и прочее. ОСВ, ОСВ. Конечно, 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 да. То есть, речь в том, что, да, достаточно небольшого количества оружия для того, что именно как оружие сдерживание. Поэтому, когда на сегодняшний день Путин и его, так сказать, командармы говорят, что вот-вот мы тут его применим, ну, надо понимать, что если посмотреть на полшага вперёд, то есть, применение ядерного оружия, я уже не говорю о том, что там Китай, Индия и все остальные, то есть, после этого Россия может попрощаться вообще, так сказать, ну, не то, что даже со всеми друзьями, а вообще со всеми. То есть, вы не верите в то, что Россия применит? Нет, абсолютно. Абсолютно. Нет, ну, то есть, исключать нельзя ничего, потому что Россия, ты сошла с ума. То есть, собственно, надо понимать, что это же не только Путин сошёл с ума, это 99,9% населения сошли с ума, поэтому, в общем, как бы ты, когда находишься вот в этом состоянии, запрос-ответ, когда ты понимаешь, а тебе ещё показывают такие особенные вещи там по телевизору, когда весь, вся Россия там от Дальнего Востока до Калининграда рыдает и кричит там «Давай, Путин, давай!», то, в общем, исключать ничего нельзя. Ну, просто надо понимать, ну, первое, в практическом смысле, нанесёт ли это какой-то там грандиозный ущерб Украине? Нет. Ответ – нет, не нанесёт. Применение такого рода оружия не принесёт. Я скажу, что даже применение такого вида оружия по Харькову, оно там не уничтожит Харьков, не разрушит его, и там, я не знаю, ядерное облако не накроет там всю Западную Европу, ничего такого не произойдёт. То есть, есть вот то оружие, которое они уже применяют, те тяжёлые бомбы, которые вот крошат города с мирным населением, то есть, это посерьёзнее будет в этом смысле. Поэтому, что называется, это обратной дороги нет. То есть, если будет применение такого рода оружия, ну, то есть, Северная Корея будет как Соединённые Штаты Америки по сравнению с Россией. Хорошо, а вот вторая часть вопроса, другой вопрос фактически. Вы всё-таки находитесь во Франции, и Франция первой заявила о том, что если Украина попросит, французы отправят войска в Украину. И Макрон очень решительно, я смотрю, себя ведёт, и Макрону вторят лидеры некоторых государств, и вот уже американцы, вот Олеся цитировала, говорят о том, что да, это возможно, поедут войска НАТО в Украину или это исключено? Посмотрите, у нас было когда-то интервью, я уже не помню, довольно давно, может быть, больше года, я говорил, что вот, собственно, все понимают, что, ну, вот если там говорить открыто, то есть, тезис Путина, что он воюет с НАТО, он в каком-то смысле справедлив, ну, хотя бы даже в части того, что НАТО поставляет вооружение и так далее, и так далее. Вопрос, верит НАТО, что вот Украина сама с вооружением победит Россию, именно вот так, то есть, вопрос стоит, понимаете, то есть, не то, что там вернёт её в границе 91-го года, такого же не может быть, вернули, ну и что, война закончилась, так же не может быть, Вторая мировая война не закончилась же в границах Германии до 39-го года, то есть, она закончилась в Берлине, как мы знаем, поэтому люди и лидеры государств несомненно это понимают, несомненно это давно обсуждают, и, скажем, самый простой путь, но он не, как бы, не гарантирует победы. Это вот нашпиговать Украину оружием, а вот Украина пусть там побеждает, но есть и военные аналитики, есть эксперты, есть серьёзные генералы и так далее, которые не считают, что украинская, да, номер один армия сегодня 100% в мире способна перемолоть, вот, собственно, ну, скажем, даже не то, что российскую армию, это сильно сказано, но вот как бы эту Россию вот в этой войне. И, возможно, для этого требуется применение, да, подготовленных войск, натовских войск и так далее. Смотрите, то есть у Макрона последний срок, Макрон ещё три года, он избираться не будет. То есть Макрон позиционирует себя лидером, ну, можно так сказать, лидером свободного мира, лидером Европы, и, естественно, его планы, он очень молодой, его планы возглавить там Евросоюз и прочее. Исходя из этого, ему вот бороться за своих избирателей, в отличие от лидера Германии или там Великобритании, кого бы то ни было, ему не нужно. То есть его вот эта партия, она уже всю свою роль выполнила, поэтому он может себе позволить говорить больше, чем все остальные, понимаете. И он, да, ему это позволено, потому что, скажем, в отличие от Шольца, да, то есть его на ковёр там партийные боссы не вызовут, скажут, что рехнулся, что говоришь, у нас там рейтинги падают. А вот у него такого не может быть, то есть он в этом смысле совершенно свободен. И он, конечно, он набирает лично себе очки, он понимает, как и все остальные, что лучше воевать против России в Украине, чем воевать во Франции, очевидно. То есть это понимают все, но просто он себе это позволить может говорить. И то, что он говорит, он, собственно, когда его там начали комментировать и говорить, что он не совсем то имел в виду, если вы обратили внимание, он сказал, слушайте, всё, что я сказал, вот моё каждое слово было выверено, оно имеет силу и сегодня. Более того, будем углублять, продвигаться в этом направлении. Но он только говорит или он способен действовать? Нет, ну вы же видите, то есть он и поставляет вооружение. Я понимаю, да. То есть смотрите, если мы вспомним Макрона, звонящего трепетно каждый раз после обеда Путину и спрашивающего его, как у него аппетит. И сегодняшнего Макрона, который говорит, Путина вместе с Россией вообще для нас не существует. Понимаете? То есть он не говорит, что там, а, Украина не должна проиграть. Он говорит, что Россию нужно победить, Россия должна проиграть в этой войне. То есть война уже началась, война, это Третья мировая война. Поэтому вопрос, способен ли он отправить войска в Украину, сто процентов да. О, сто процентов да, несомненно. И он каждый раз практически, ну я не знаю, раз в два дня он напоминает об этом, он напоминает. Он встречался там и с генералитетом, он, собственно, проводил множество всевозможных совещаний с военными, огромный бюджет выделен и так далее, и так далее. То есть это не просто разговоры, это не разговоры политика кандидатов в президенты. Совершенно другая история. А чем сильна французская армия? Чем конкретно они могут нам помочь на поле боя? И чего так боится Путин в плане? Ну, я вам скажу, что французская армия единственная, на мой взгляд, дееспособная армия в Европе. То есть это армия, которая сохранила себя. Это не немецкая армия, не Бундесвер, который, собственно, был Меркель уничтожен и разрушен и превращен, я не помню, в шесть или семь бригад. Ну, просто это полноценная армия, которая со времен там Деголя только усиливалась, первое. Второе, это просто, по-моему, 380 ядерных боеголовок. Ну, скажем, там в России их 600. Ну, понимаете, что 380 и 600, то есть там вопрос, кто первый и сколько. То есть, опять же, и если вы помните, отвечая Путину на его вот этот вот ядерный шантаж, Макрон сказал, у нас ядерная держава, можно больше не комментировать. То есть он мне рассказывает эти сказки, а 380, если они сейчас все взлетят, а вот первые полетят туда. А он просто говорит, слушайте, там заткните его, у нас вот это, и оно всё в прекрасном состоянии и работает, в отличие от того, что у вас там заржавело. Ну, страна, которая производит такие аэробусы для начала разговора. Нет, конечно, вообще в Франции высокотехнологичная страна, которая, собственно, производит всё, что угодно. производит и прекрасное вооружение, и самолёты, и, слушайте, ну всё, 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 всё. Олесь? Хорошо, идём, идём, что мы до эфира просто шутили, мы поймали Сергея Викторовича на том, что он тихо говорил, и мы решили, что там он принимает высокого гостя у себя дома во Франции. Сейчас как раз Си приехал. И, собственно говоря, вы не хотите... Причём приехал не к Макрону, а к Сергею Викторовичу. Ко мне, естественно. Естественно, не находятся за стенкой. Конечно. Ну, только потише он там отдыхает. Боюсь, что во время эфира может зайти к нам... Тише, тише, Олег. Может зайти к нам прямо сюда. Если что, я вам скажу, конечно. Да, поэтому, друзья, если что, будьте готовы. Кто до конца досмотрит, тот точно узнает. Итак, друзья, если у вас есть вопросы не только к Сергею Викторовичу Пугачёву, к китайскому лидеру, готовьтесь, да, пожалуйста, готовьте свои вопросы. Кстати, Олесь, извини, раз мы заговорили о Си Цзиньпине, что вы думаете, Сергей Викторович, о том, что пошли разговоры, но они шли и раньше, но сейчас конкретные разговоры, о том, что в августе президент Байден может сказать, что я на выборы не иду ввиду преклонного возраста и прошу голосовать за Мишель Обаму? Не знаю, как-то... Да, я слышал, но пока это ничем не подтверждается. Более того, там же есть, собственно, ещё один кандидат, который взял паузу, если вы помните. Одна женщина, которая ждёт засадку. Именно она, да. Поэтому как-то там Мишель Обама, она, на мой взгляд, не вписывается, а вот, собственно, Ники Хейли, она как-то там... Если что-то такое произойдёт, она готова. Со своим, кстати, большим предвыборным фондом. Её спонсоры разогрели, будь здоров, покруче, чем Трампа и Байдена. Почему мы с вами не Ники Хейли? Ну, посмотрим. Дело такое. Потому что вы мужчины. Возвращайтесь к спящему. Мы не о смене пола, мы о другом. О спонсорах. Мы о спонсорах. Мы о спонсорах, да. Возвращаясь к спящему Си. Да, смотрите, я сразу вам скажу, что я думаю по этому поводу. Конечно, это там запланированный визит, всё понятно и так далее. Но, собственно, надо понимать... Ну, исходим из простой вещи. То есть ситуация экономическая в Китае аховая. Очень плохая. Просто очень плохая. Очень плохая. Ну, просто очень, совсем плохая. Да. И Си – человек, который, собственно, не очень в этом разбирается. Если вы знаете его биографию, то он, в общем, занимал какие-то контрольные должности и так далее. То есть контролировал, был в Шанхае, то есть по партийной линии. То есть и я думаю, что он не до конца, во-первых, в этом разбирается. Во-вторых, его это потрясло, когда ему просто объяснили, что вот было так здорово, вот это вот китайское чудо. А вот оно сейчас как-то так постепенно сдувается. И, исходя из этого, я очень хорошо знаю Китай. И вообще первое место, где я делал бизнес, это был Китай. Это был Советский Союз. Это были конец 89-й год. И многократно я делал огромные миллиарды. У меня вот, я помню, там по году был товарооборот с Китаем, типа там 6 миллиардов долларов. Я помню такую историю. Ну, просто мало кто знает, что вы любимый друг Дэн Сяопина. Абонентно, да. Никто практически. Вот. И смотрите, 6 миллиардов долларов товарооборот. Из них мои предприятия, которые продавали Китаю корабли, типа там 90% или 96% от этого товарооборота. Естественно, я в Китае бывал многократно, встречался с самыми высокими лидерами, с какими только можно. Они в этом смысле там очень приветливые, приглашали, торговались и прочее. Много чего там было. То есть, у меня вот опыт с ними общения очень большой. И в Пекине, и в Шанхае, там где угодно. То есть, был очень серьёзный, огромный миллиардный бизнес долгое время, очень много лет с Китаем. И, то есть, у меня есть какие-то свои персональные ощущения, как это всё работает и так далее. То есть, надо понимать, что китайцы, китайский лидер, он настроен на то, чтобы, ну, то есть, на подъём Китая. То есть, вот интриги, да, вот такие вот, говорят там, а, китайцы, они такие хитрые, тонкие и так далее. Ну, по своему опыту я не скажу. Они, может быть, другие, но вот сказать, что они там супер хитрые, тонкие, они, не знаю, какие-то такие юркие, я бы этого не сказал. То есть, достаточно понятные, простые с точки зрения бизнеса. И смотрите, то есть, Россия с её, там, меньше одного процента ВВП мирового, и, который, собственно, Китай от России получил уже всё, что он хотел навсегда, вы понимаете. То есть, там, и дрова, и уголь, там всё, что хотят, вот просто всё. А трубу до дровишки. Откуда? Из Дальнего Востока везти его. Вот, поэтому, собственно, для Китая Россия неинтересна вообще ни в каком смысле. Вот эта история, прирезать там Дальний Восток, та-та-та, это, ну, может быть, на картах, но точно Китай, у Китая достаточно территории. И Китаю важно сдержать вот эти полтора миллиарда человек. Чем больше они будут там растекаться по территории, тем меньше шансов их сдержать, понимаете, и контролировать. Поэтому есть вот эти свободные экономические зоны, всё, что угодно, зоны, обратите внимание. И они там вот сгруппированы по 100-120 миллионов человек. То есть, их легче таким образом контролировать. Поэтому исходим из простых вещей. Смотрите, примерно товарооборот Китая с Евросоюзом и Америкой, он примерно равный. Близко к триллиону. То есть, это там 800 миллиардов плюс-минус между 800 и триллион. То есть, условно, 2 триллиона на кону. То есть, вопрос договорённостей о торговле и так далее с Евросоюзом и в тяжелейшей экономической китайской ситуации – это вопрос номер один. Вот всё остальное вообще неинтересно. Вы подчёркиваете тяжелейший экономический ситуации? Ну, послушайте, китаистов, которые просто занимаются экономикой Китая, там расскажут, любой доклад прочтите, не знаю, там, американских, и это всё понятно про это. То есть, Китай в этом смысле находится, да, в тяжелейшей фазе такого спава. Сергей Викторович, мне очень интересно про внутри Китая, но мне тут важно, что с Украиной. Да, я говорю простую вещь. То есть, с одной стороны, конечно, и Макрон, и, собственно, американцы надеются, что Китай будет влиять на Россию. Ну, как минимум, не будет ей помогать, как минимум. Но я думаю, что Китай не собирается помогать России, то есть, у него просто такой идеи нет, потому что на кону, вот почему я об этом говорил, да, то есть, что у вас на кону здесь 2 триллиона оборота, а у вас какая-то страна, которая и так вам уже сдалась, она вот уже вам нефть ниже себестоимости поставляет. Ну, что же ещё оттуда можно вытащить, вы понимаете? То есть, уже ничего оттуда не надо. Вопрос, что, ну, там, кто-то, какие-то аналитики говорят, да, вот сейчас он там, Си Цзиньпинь заставит Путина там прекратить войну, я в этом глубоко сомневаюсь, я считаю, что это ошибочное мнение, и максимум, что он может, не помогать, и это такая, ну, как бы, скажем, угроза Путину, что если, условно, китайцы отвернутся от России, ну, будет совсем плохо. Вот максимум, если он вот это сделает, этого достаточно для того, чтобы, ну, существенно ослабить, и, кстати, история с тактическим ядерным оружием, она вот в этом же пакете.